Доброго времени суток! Наверное всем, кто покупал квадрокоптеры с целью записи видео, всегда хотелось добиться максимального качества за небольшие деньги. В идеале такого, как у моделей за десятки тысяч рублей. Но, как часто бывает, финансов не хватает, либо жаба душит. А кому-то просто хочется покопаться в своем дроне и выжать из него сверх того, на что он был рассчитан. Немного теории. В комментариях к различным статьям и видео о коптерах часто приходится слышать, но почему, мол, производитель не поставит нормальную камеру? Камеру-то поставить он может, но дело в том, что в бюджетных моделях дронов камера либо жестко прикреплена к корпусу, либо является частью корпуса, и тряска во время полета передается на камеру, что вызывает подергивание и так называемое замыливание картинки. Чтобы этого избежать, используется подвес с моторами. Лучше всего трехосевой. Получая с помощью кироскопа данные о колебаниях, подвес через моторчики гасит их, и картинка получается стабильнее. Но хороший подвес сразу же увеличивает цену квадрокоптера. Рассмотрим наименее трудоемкое решение проблемы, не требующие никакой пайки и разборки вашего дрона. Как вариант, можно нависить на дрон дополнительную камеру с цифровой стабилизацией. В данном случае изображение стабилизируется не механически с помощью моторов, а с помощью специальной программы, встроенной в камеру, которая также берет данные из гироскопа. Качество будет не такое, как при механической стабилизации, но тоже вполне приемлемое. Вес дополнительной камеры, естественно, должен быть как можно меньше, чтобы не перегружать двигатели и не сильно снижать продолжительность полета. Остановимся на камере Firefly Q6 от китайской компании Hawkeye. Камера имеет широкоугольный объектив в 120 градусов и возможность снимать видео в следующих режимах. Стоит отметить, что разрешение 4К в камере не настоящее. Используется экстраполяция, то есть растягивание картинки по специальному алгоритму. Но думаю, что можно вполне обойтись и без него. Вес камеры очень скромный, всего 45 грамм, что в нашем случае является большим плюсом. Размеры тоже не менее скромные. 70 на 34 на 18 миллиметров. То есть примерно с обычного аккумулятора формата 18650. Остальные ее параметры вы можете посмотреть сами, а мы переходим к главному. Повесить камеру на коптер, желательно через виброгасящую площадку. Большого эффекта она не прибавит, но лишней точно не будет. Вешая камеру, ее желательно расположить под углом к горизонту, для лучшей съемки. Угол выберите сами. Крепить камеру к дрону можно в принципе как угодно. Хоть стяжками, хоть клеем, если конечно не боитесь, что она отклеится. Но я бы использовал какой-нибудь затяжной ремень, и надежно и устанавливать легко. Существуют, конечно, и другие подобные камеры, но их вы можете рассмотреть самостоятельно. В заключение добавлю, что если размеры и грузоподъемность дрона позволяют, то вы можете использовать и трехосевой подвес, установив туда какую угодно камеру. Качество стабилизации, несомненно, будет лучше, но весить такой подвес с камерой будет уже намного больше, плюс моторы подвеса требуют питания. А это, либо еще один аккумулятор, либо придется залезть внутрь квадрокоптера и запитываться оттуда, что не каждому под силу. Желаю успехов в апгрейде ваших летательных средств и, конечно, приятных полетов. Спасибо за просмотр видео и пока!